МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации и телерадуя компании Гомель, у студии и працуя Наталья Ихнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Ширая размоба и допомога у выражения проблемных пытанев. Владимир Дворник провел прием грамадян в Лельчицах. Обмен вопытом делегация международных экспертов из Национального института радиоацийной Аховы Чехии пробыла с визитом у Гомель. В школу с добрым сердцем сёння дадены старт добрачные акции БРСМ. Ваданне даруя помылок на территории региона сё лета патанули 29 человек, 4 дети. А зараз обгэты меньшим больше подрабязна. Сёння старшиня Гомельска Аблывыканкаму Владимир Дворник провел прием грамадян в Лельчицким райвыканкаме. За допомогой у выражения проблем до керавника региона звернулися 8 человек. Обмеркование хвалюющих насельництву пытанев должилось 3 годины. Евгения Кухаронак, Володая, подрабязнастями. Спектр пытанев, что вознимались подчас приема, закрынал и брацолоткование у райцентра, и рамон дорог, и поляпшение инфраструктуры района. До приклада же Харка Лельчиц Марина Голик пришла до керавника Гомельской области со зворотом об допомозе у ее брацовным лёсе. Литерально сегодня завершился ее контракт с предприемством Белтелекам. Жанщина 25 год працавала оператором, а сё лета трапила подскорочение. Адукация у ее середне-специальная, профильная, и уладковаться у лельчицах по ее словах будет непросто. В якости варианта у выйти с ситуации, процедурники Белтелекама прямо на приеме, пропоновали Жанщине занять место работника, который находится заразу в отпуску по доглядзе за детяти, и заключить договор под раду. Керавник региону пора и у Жанщине разглядеть пропоновы. На этом и сошлися. Наступный зворот до старшини Гомельска Габбл в Канкама оказался под дякой. Полторы месяца тому у районной больницы закрыли родильное отделение, потребовался капитальный ремонт. Я пришла от жителей Лельчицкого района поблагодарить Владимира Андреевича за то, что в он очень хорошее сделал для нашего района. Это выделил деньги для ремонта роддома. За что ему благодарны жители Лельчицкого района, в том числе лично я благодарна, так как в этом году меня невестка должна родить. Наракали же хоры Лельчиц на некоторые дороги города, по весне размывая гравийку, и детям тяжко добираться до установ адукации. Усюды брут. Такая ситуация у так званых старых Лельчицах. Владимир Дворник по этой проблеме дал доручение привезти у парадок участки дорог, які ведутся до школ и дитяших садов. Все лето масштабные работы по доброупорадковании проходят у Брагине и Камарыне. Такая практика реализуется в регионе не первый год. И калей черга придет до Лельчиц, разом с іншими объектами инфраструктуры будут отремонтованы и дороги. На прием со своим зворотом прийшел и скромный индивидуальный предприниматель Александр Ведук. Он же тренер детской сборной по хоккей. Своими силами у садейничества низмясцовой улады мужчины организуют в Лельчицах зимовые лядовые пляцовки для тренировок и, звичайно, гадпочинку городжан. Ускорбонцы детской хоккейной команды мают сузнагороды с поборненством розного узровня. Выступают я не сегодня в дивизионе Б. Просьбы до губернатора посадинчать у обсталяванні постоянной хоккейной коробки. Можете в этом даже не сомневаться. У нас есть результаты из шести последних первенадцатой областей. Мы выиграли пять. Ну, я считаю, надо развивать спорт там, где оно получается. Старшиня Гомельска Габа ВКНКМ уважливо выслухал кожного, кто звернулся. Усім были дадены грунтовные отказы и тлумачения, а в решение питания, якие потребуются додаткового выучения, Владимир Дворник узел под особистый контроль. К власти тоже я не видел сегодня каких-то вопросов и хочу оценить этот район, что я почувствовал, что власть на месте и председатель тоже, и вся его команда стараются сделать так, чтобы этот регион выглядел лучше, работал больше и зарабатывал, и поднимал жизненный уровень. Поэтому оценка у меня хорошая после сегодняшнего обращения граждан. Ну и от тех мелких вопросов, которые сегодня поступали, если там не хватает компетенции, прежде всего финансовой, конечно, я услышу и постараюсь в ближайшее время расшить те проблемы, которые зависят от вышестоящего органа. Евгений Кухаронок, Сергей Лукашук, телерадио-компания Гомель, Злельджиского района. С первого дня в Беларуси повышаются пенсии, а так само померы разных видов допомоги социальных выплат. Так, например, минимальная пенсия по взросле складе 207 рублёв. Середний помер пенсии – 364 рубли 20 копеек. Допомога на первое дитя – 329 рублёв, на другое и наступных – 376. Бюджет прожиточного минимума с первого дня установлены у померы 213 рублёв. Сухое и горячее надворье дозволяйте аграриям поскориться. Украине собрано больше, как 40% сборжа нового ураджаю. Огольный показчик – 2,5 млн тонн. Господарки Гомельщины собрали 245 тысяч тонн хлеба. Обмолочена треть палетка. У лидрах по темпах работ Хойницкий район. Тут убрали больше, как 67% площадь. До экватора уборки наближаются Брагинский, Гомельский и Речицкий районы. Самый важкий на молот у Речичан – 33 тысячи тонн сборжа. Темчасом в Гомельском районе сегодня ушановывали водителей, которые первыми перевезли тысячу тонн сборжа нового ураджаю. Тему протягнет Ханна Каральчук. Андрей Мурашкин працует в агрокомбинате «Паудневый» 7 лет. И каждую уборочную кампанию заняты на адвозце сборжа с полёв на мазе грузоподимальностью 20 тонн. С початку працы молодой человек выбился у лидеры. На протягу пяти годов он становится первым водителем-тысячником на своем сельгаз-продприемстве. Его працованные перамоги неодноразово становились ориентиром для коллег. Тяжелый год, тяжелые погодные условия. Но работаем, стараемся выполнять свою работу отлично. А как получается каждый год? Первым. Как получается? Просто делаем свою работу добросовестно. И всё, просто работаем. Техника вроде неплохая. Питание, всё, условия хорошие. Можно помыться, отдохнуть. Моральную подтримку Андрею Мурашкину оказывает сын Степан, который разом с батьком ездит в кабине могутного маза. Хлопчика и его мать так само пришли на урочистое шанование мужа и батьки, который селета перевез тысячу тонн сборжа и 700 тонн рабцу. Свои дипломы и подарунки за перемогу в внутрогосподарчем конкурсе так само отримали Виктор Кудрауский и Игорь Романенко. А кроме добрых работников, агрокомбинат «Паудневый» может похвалиться самой высокой урожайностью в Гомельском районе – 34 центнера с гектару. На сегодняшний день убрано из 2780 гектар порядка 45%. В сравнении с прошлым годом урожайность ниже, буквально на 4 центнера, наверное. Ну, по водным условия, конечно, сказываются своё и дают более низкие урожаи вроде. Нам осталось убирать где-то 1600 гектар зерновых. Ну, думаю, погода способствует. В ближайшие дни 10, наверное, планируем закончить уборочную. С працовным подвигом передвеков, все летние уборочные, по доброй традиции, веншовали у поля. Яны отримали кветки, грамоты, подарунки и грошовые узнагороды от районных уладов, керавництва сельгазпредприемства, громадского объединения «Беларусь», а так само областного объединения профсоюзов. У адрес виновников урочистости гучали теплые слова подяки за пленную працу и пожадание дальнейших поспехов. Федерация профсоюзов Беларуси всегда очень пристальное внимание уделяет при организации уборочной кампании, ну и когда уже проходит сам кульминационный, как говорится, такой период. Это честение передовиков уборочной кампании. Нет равнодушного человека к оценке своего труда, и это очень ответственная профессия. Главное не подвести себя, свой коллектив, свой район, область, и, наверное, в целом республику. И важно это даже придя в свою семью, сказать, что мой труд отмечен, мой труд замечен. Анна Корольчук, Игорь Марысченко, телерадио кампания «Гомель» с Гомельского района. Дерегация международных экспертов с Национального института радиоцины Аховы Чехии прибылась с визитом у Гомель. В Институте радиологии Национальной академии наук Беларуси гости знакомятся с распроцовками беларусских ученых. Багатый опыт нашей краины по реабилитации забруженных территорий добра вядомы у сусветной супольности. Практичные выники деятельности беларусских доследчиков притягнули увагу новых навуковых партнеров. Так, гостей с Чехии цекавят программные продукты и компьютерные модели для прогнозования поступления радиоануклида у продукцию расленоводства и живолагодоли. Каштоныць этих распроцовок перезаусел тем, что они сделаны на основе великой колькости фактичных даденных. Чешская делегация мая намер установить с гомельскими коллегами супрацовництва у навуковой сферы и вызначить на прамке далейшего взаимоденния. Наш институт начал работу в 1995 году, поэтому через пару лет мы будем отмечать 25-летие со дня образования. Однако, как исследовательский центр, мы работаем только в течение 9 лет. Институт осуществляет как поддержку Государственного управления по ядерной защите, так и проводит исследования в смежных с вами сферах – радиационном загрязнении, измерениях, мониторинге безопасности и информировании населения. Программа визиты, включая рабочие сустречи и круглые столы, наведывание Полесского державного радиоцина-экологичного заповедника и ознаймление системой радиоцина-контролю у Беларуси. На термометре плюс 30 протяглые ливни засталисься только в вспоминных и на шматликих фото и видео в интернете. Зараз гамельчане ратуются от пякоты. Головное место отпочинку – городские пляжи. Вода у городши одних – лишь для себя и дорослых, и детей. А специалисты не стамбляються нагадывать. Отпочивать треба только у организованных для этого местах. Плавать только у тебя розом в стане. Дятей до воды одних не уяким выпадку нет пускать. Не оставляете его одного в воде? Нет, всегда рядом. Он слишком маленький. Такого не бывает, что вы на берегу в телефоне сидели, читали, а он сам все... Не в воде. Нет, это очень опасно. Оставлять такого ребенка маленького, одного. Всегда рядом, только рядом. Он слишком любит воду и без страха идет в нее, поэтому всегда только рядом. Мы всегда вместе только плаваем. То есть такого, что вы на берегу занимались своими делами, читали, допустим, а ребенок тут присказан, не позволяете такое? Конечно нет. Вот у нас жилеты и все, все с собой. С початку года от потопления на Гомельщине выратывали Амаль-2 с половой десятки человек. Утымлику четверых детей. Не допущено свыше 1600 несчастных выпадков. Али есть и трагичные личбы. На территории региона селета потанули 29 человек. Четверо дети. Их это самая болючая статистика. Причина, або яковость батьков, недогляд за ими, або за лишний довер. В условиях теплой погоды и вот то, что остался последний месяц лета, хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы они выбирали для себя места, предназначенные для купания, где им может быть оказана квалифицированная, своевременная помощь в случае различных несчастных ситуаций. Белорусская молодость да поможет детям, які ухэтым мают потребу подрихтоваться до нового навучального года. У Беларуси сегодня распочалась акция у школы с добрым сердцем. Доброчинный марафон, что год ладить БРСМ. Селета старт акции дали у Гомели. Кошек добра усталевали в универмазе Гомель. Первые канцелярские приналежности з'явилися у Кошеку празд некольких хвилин после старта акции. Сбирать подарунки будут до 15-го жнивня. После шага все собранные речи передадут семьям, у которых есть тяжкости, приподрихтоваться детей до школы, а так само интернатным установам. Активисты молодежной организации и волонтеры поспробуют сделать так, как никто не застался без уваги и допомоги. Вручение мы стараемся тоже провести неформально, не то, что просто пришел, вручил ребенку портфель и ушел, а подарить ему хорошее настроение предпраздничное перед днем знаний, чтобы он уже почувствовал, проникся и 1 сентября действительно пришел с желанием учиться в школу. В минулом году в Гомельской области по час акции у школы с добрым сердцем собрали 90 школьных портфеля. Самую пригожую девчину Полесься выберусь 25-го жнивня в Гомельской области. На эту дату запланованный 5-й Международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесься». У его программе и конкурс «Полесьская прогожение-2018». Традиционный фестиваль будет проходить у Агрогородку Лясковича и Петриковского района. За титул королевы поспрощаются девчаты, которые являются уродженками Полесьских районов. У приватности Петриковского, Житковицкого, Наравлянского, Мазырского, Лельчицкого, Калинковицкого, Хойницкого и Ельского. Кастинг запланованный на пятницу 10-го жнивня. У Дельниц чекаются центры моды и пригожости «Хрустальная нимфа» о 14-й године. ГТ, так само и иншие новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tevergomil.by. Далее у эфиры «Де-факты» и «Спортивный огляд». А я с вами развитываюся, усягу доброго, до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факты» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. И снова альфа-ПВП. Оперативники накрыли в Гомеле очередной интернет-магазин, который занимался продажей этого синтетического стимулятора. Наркотик, известный еще как «флака», относится к особо опасным. И при малейшей передозировке действия человека становятся непредсказуемыми. Наркокоммерсантом, который поставил этот бизнес на поток, оказался местный житель. Деньги ему перечислялись на счета электронных кошельков. Как выяснилось, молодой человек работал не один. Гомельчанин, действуя в группе совместно с неустановленным лицом, в период времени с декабря 2015 года по апрель 2018 года реализовывали на территории города Гомеля особо опасное психотропное вещество, размещая их путем закладок, тайников так называемых, на территории города Гомеля. Возбуждено уголовное дело. На данный момент собраны доказательства по 16 фактам. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В центре внимания снова насилие в семье. Причина в печальной статистике. В Гомельской области за полгода зарегистрировано 249 преступлений, совершенных на бытовой почве. В их числе 9 убийств, 5 изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Стоит отметить, что ситуация, связанная с совершением тяжких преступлений и убийств, остается сложной. Очень активно в последнее время используется нам такая мера, как объявление защитного предписания агрессору от 3 до 30 суток с обязанностью не посещать и не общаться с потерпевшим лицом. В этом году МВД представит концепцию закона, по которому у нас в стране появится понятие экономическое насилие, преследование, домогательство. А список тех, кого можно будет обвинить в домашнем насилии, будет расширен. Ведомство также предлагает революционное для Беларуси новшество – официально запретить бить детей. Пострадавшие от насилия могут обратиться к специалистам Центра социального обслуживания. Здесь готовы помочь и оказать поддержку. Хочется обратить внимание людей, которые попали в такую ситуацию, о том, что обращение в Центр является анонимным. Информацию об этом обращении без согласия этого лица мы никуда не передаем. Если есть такая необходимость, мы можем оказать содействие в помещении в кризисную комнату, для того, чтобы уйти от контакта с агрессором. Напоминаем, что по номеру 8801-108801 можно удаленно получить консультацию психолога или юриста. Это абсолютно бесплатно. В Добровском районе «Опель» вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительной информации, водитель на закруглении дороги не справился с управлением. С травмами мужчину доставили в больницу. Следующая новость из Брагина. Там накануне днем на высоте 7 метров над землей во время работы стало плохо крановщику. Самостоятельно спуститься он не смог. Строители также не знали, как помочь коллеге. На высоту пришлось забираться спасателям. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра состоится первое в новом сезоне областное хоккейное дерби. Носить оно будет товарищеский характер. Гомель и Жлобинский «Металлург» встретятся на ледовой арене областного центра. Матч начнется в 18.00. 5 августа обеим дружинам предстоит старт в очередном розыгрыше Кубка Руслана Салея. Рыси на выезде сыграют с «Динамо-Молодечно», с «Толевары», с «Солигорским шахтером». Между тем стало известно о возможном новичке команда из Жлобина. На просмотре в «Металлурге» находится 24-летний защитник Денис Черевач. Минувший сезон уроженец Гродно провел в составе лидских рыцарей, за которых сыграл в 38 встречах регулярного чемпионата и отметился четырьмя результативными передачами. В четырех играх плей-офф Черевач заработал одну голевую передачу при коэффициенте полезности минус три и четырех минутах штрафа. Гомельская мини-футбольная команда «БЧ» обнародовала график товарищеских матчей на август. В рамках подготовки к стартующему 8 сентября сезону железнодорожники проведут шесть матчей. Откроет программу предсезонных поединков «Игра против энергии» из Львова. Это противостояние пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив» 5 августа и начнется в 13.00. 10 августа железнодорожники в агрогородке Александрия Могилевской области встретятся с клубом российской суперлиги «Новая генерация» из Сыктывкара. С 15 по 17 августа спорткомплекс «Локомотив» примет международный турнир по мини-футболу. Компанию «БЧ» составят чемпион Армении «Лео» украинский «Сокол» и дебютант российской суперлиги «Динамо» из Самары. На 25 августа в Гомеле запланирован контрольный поединок с еще одним представителем украинской экстралиги «Киевским хитом». Гомельчане стали победителями девятого международного турнира по пляжному волейболу. Память Владимира Павлюкевича соревнования проходили в городе Унеча Брянской области России. В мужской части состязания воспитанники «Гомельской из душер энергии» выиграли две награды. Сильнейшей командой турнира стала пара Андрей Марченко и Андрей Ковалевский. На втором месте расположились спортсмены из Брянска Артем Петрунин и Сергей Цыкин. Бронза также у Гомельчан Сергея Чайковского и Андрея Сиража. Оба волейболиста также воспитанники с душер энергия. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.